Всем привет! Сегодня покажу свои покупки. Покупок накопилось достаточно много за это все время. Сначала расскажу вам о покупках для всего, что касается ногтей. Во-первых, покупала вот такие вот типсы. Стоят они 230 рублей. Типсы дешевые, но неплохие достаточно. Так как я профессионально не занимаюсь, мне дорогие в принципе и не нужны. И как бы я на некоторое время их брала. Также к типсам покупались вот такие вот ножнички для кусачки для типсов. Дальше вот такие вот картинки покупала, наклеечки. Такие вот синенькие на сердечке. И вот такая вот полностью еще сохранилась розовенькая. Такая вот картинки очень красивые, очень здорово смотрятся на ногтях. Дизайн ногтей этот, ставлю картиночку потом, как получился. Именно вот для типсов брала. Также для этого же покупались лаки. Вот такой вот лак. Безумно красивый у меня сейчас на ногтях. Такой какой-то йогуртовый что ли цвет. Йогуртовый розовый какой-то цвет. Вот такой вот с тонкой кисточкой голубенький. С тонкой кисточкой я бы не покупала бы, но просто мне безумно очень понравился цвет лака. Вот такие вот блески. Блески еще использовала только сегодня для никюра. Но блески плохие, так как набираются плохо. Это фирма Jean Michelle. Это пастель лак. Очень красивый цвет. И, кстати, вот у лаков пастель очень красивые оттенки. У меня еще есть еще один лак с блестками. Он, кстати, гораздо лучше, чем вот такой вот лак. Это из дешевых лаков, да? И с тонкой кисточкой Evita. Далее. Далее покупала вот такой вот лак Everline. Купала на Новый год. Его когда делала какой-то там маникюр. Цвет очень такой яркий, очень насыщенный. Так покрывать, скорее всего, весь ноготь им не буду. А для дизайна вполне очень подойдет. Очень красиво будет смотреться на ногтях. Дальше. Это было, наверное, все, что касается ногтей. Далее будут покупки, связанные с макияжем. Во-первых, купала вот такой вот черный карандаш. Шарм. Тоже дешевенький. Очень понравился мне черный карандашик. Очень мягкий и очень классно рисует. По стойкости не очень стойкий. Но как рисует, мне очень понравился. То есть из дешевых карандашей очень хороший карандаш. Далее. Из-за, собственно говоря, этот был первым куплен. Я просто попробовала. И решила купить беленький шарм. Тоже от шарма карандаш. Я не посмотрела. Он оказался с блестками. Такой перламутровый. Карандашик. Он не чисто белый, а такой перламутровый. Далее. Но цвет достаточно красивенький. Ну, я просто планировала, что он будет все-таки чисто белый. Также купила карандашиком точилочку. Дальше. Были куплены ресницы по времени в разное время. И, кстати, вот эти вот фары с реснички были куплены очень давно. Наверное, месяца два. Не показывала. Хотела сначала попробовать. Понравится? Мне вообще не понравится. Клеила я их несколько раз. Вот с этими один раз выходила. С этими ни разу. Ну, просто потому что у меня достаточно и так длинные ресницы. Просто ресницы клею, ну, когда какие-то эксперименты делаю с макияжами. Вот. Вот. Такие вот реснички. Как... Можете видеть, да? Я их разделила на половинки, потому что мне не понравились, как они смотрятся на глазах целиком. А вот на половинках очень даже симпатично выглядят, если к концу, да, приклеивать. Ресницы достаточно неплохие, не стоят 50 рублей. А цена маленькая. Ну, так как я, опять же говорю, мне не нужны ресницы для того, чтобы ходить целый день с ними, да, это так только на, может быть, куда-то сходить там, да, еще раз говорю, либо сделать там макияж какой-то, такой необычный, то, в принципе, качество особо... Ну, меня устраивалось, в принципе, качество. Пользовалась клеем... Здесь клея нету в этом наборе. Пользовалась клеем тоже каким-то дешевеньким. Купила там рублей за 30, что ли. Вот как-то так. Ресницы, ну, опять же говорю, неплохие. Они подвижные, то есть гнутся хорошо. Что еще сказать такое можно, да, о ресничках? Вот эти ресницы. Вот эти ресницы тоже от Faros. Вот эти реснички мне понравились больше, как сидят они в... в настоящей, так сказать, своей... Вот как они выглядят, так они и, собственно говоря, очень красиво смотрятся на глазах. Удобные в ношении тоже. То есть, как бы, дискомфорта такого не испытываешь, да, особого. Ну, вот единственное, да, что после где-то... Сколько я их... Три раза, да, наверное, одевала. После трех раз уже форма деформируется, да. То есть, больше трех-четырех не наклеивших. Поэтому купила себе вот недавно вот такие же новенькие. Решила купить еще одни реснички себе. Попробую такие кукольные. Фирма Mirage. Тоже 50 рублей стоит. Вот. Как... Какие по качеству они... Пока не пробовала, поэтому сказать ничего не могу. Далее. Были также куплены за 200 рублей пучки. Пучки. Что могу сказать, да? Могу сказать, что... Во-первых, я не посмотрела, что пучки одинаковые длинные. Они очень длинные. Не прочитала, точнее, что написано на упаковке. На упаковке написано, что очень-очень длинные. Ну, не посмотрела я на этот факт. Они в магазине были одни, поэтому я на радость взяла и, собственно говоря, не посмотрела. Ну, и пучки можно подрезать, поэтому, в принципе, как бы... Единственное, что увеличивает время поклейки, да, ресницы. Но я клеила их только на кончик, поэтому... В принципе, 3-4 пучка и готово. Готово, да. А реснички нормальные. Это были все мои покупки. Всем спасибо. Пока.